МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рататуй. Это не я рататуй, я-то Лазерсон, мировой повар. Рататуй – это блюдо, французское блюдо, о котором сегодня расскажу. Потому что здесь, на этой кухне, я, мировой повар, рассказываю вам о лучших мировых блюдах. Четко с пониманием, с теорией, с практикой. Франция. Рататуй – это Франция. И, конечно, это кулинарная мекка Франция. Мы должны перед этой меккой стоять на коленях и очень четко изучать то, что там происходит. Мне особенно приятно сегодня говорить о этом блюде, потому что рататуй – это блюдо провансальское. Прованс – это такая область Франции. Это юг. Это самый юг, это даже юго-восток Франции. И мне особенно приятно, потому что я совсем недавно там был, где я в очередной раз смог немножко углубиться в особенности провансальской кухни. Ребята, обратите внимание, что я часто встречаю такое неблагозвучное слово, когда говорят «прованская кухня». Нельзя говорить «прованская кухня». Правильнее всегда говорить «провансальская кухня». Можете иметь в виду, мало ли вам пригодится в жизни. Рататуй – блюдо раскрученное, потому что когда-то выходил мультик, известный американский, я на него ходил, конечно. Там неплохо был приготовлен рататуй, но я готовлю лучше. И сегодня вы посмотрите, как готовить нормальный человеческий рататуй не в интерпретации американцев, а в интерпретации нормального мирового повара. Ну что ж, посмотрите, пожалуйста, вот сейчас на плиту. Здесь просто кипит вода, потому что она мне пригодится для такой технологической цели. Сейчас я возьму продукты, которые мне нужны для приготовления этого блюда. Скажу вам заранее, что это блюдо вегетарианское. Абсолютно вегетарианское, поскольку в нем нет белков животных и в нем нет животных продуктов, как то сливочного масла, молока, яиц. В Италии это капоната, в Венгрии – леча, а во Франции – легендарный рататуй. Для приготовления рататуя вам понадобятся лук, чеснок, баклажаны, кабачок цукини, помидоры и сладкий перец. Сначала бланшируем помидоры, чтобы с них можно было легко снять кожицу. И подготовим достаточное количество чеснока. Вот я сейчас его меленько нарублю. Ну, можно чуть покрупнее, даже не обязательно так уж мелко. Есть такая байка про чеснок. Вот как раз в Провансе, откуда это блюдо, откуда рататуй, что когда-то в Провансе где-то там была эпидемия какой-то болезни, по-моему, чумы. Люди умирали. И, ну, их квартиры, дома оставались без присмотра. И там были мародеры, как всегда они появляются в таких ситуациях, которые ходили по этим домам и забирали то, что там было, поскольку люди были мертвы. И когда этих мародеров поймали и судили, у них спросили, как же вы не боялись ходить по домам, которые были заразными, по сути? Как же вы не боялись схватить там эту же чуму или что там еще? Они сказали, а мы чеснок ели перед этим. Всегда. Как говорят вообще во Франции, Прованс пахнет чесноком. Вот сегодня рататуй будет пахнуть чесноком, потому что это провансальское блюдо. Вот чеснок я измельчил. Теперь я его положу отдельно. Он мне нужен как ингредиент отдельный. Впрочем, рататуй всегда готовится раздельно. Я сразу же нарежу лук. Грубо нарежу лук. Вообще это блюдо грубое. Есть предположение, что корни провансальского рататуя, они находятся в Каталонии или даже в Африке. И есть версия того, что вот само слово рататуй переводится как жратва. Причем это блюдо едят как холодным, так и горячим. А это блюдо самостоятельное, но может также служить гарниром для блюд мясных или даже рыбных. лук отдельно. Теперь я протру доску после лука, потому что вот сейчас от доски мне в глаза идет да, вот это вот режущий такой вот аромат глаза. Поэтому я сейчас холодной салфеткой, мокрой салфеткой протру доску и уберу этот аромат, чтобы мне не плакать хотя бы сейчас. Помидоры очищаются, вот они легко очищаются после ошпаривания такого. Теперь на несколько частей и спокойно надо вырезать семена. Вот это мне сейчас семена не нужны, мне нужны только вот это мясо. Я это называю помидорное мясо. помидорная мякоть. Максимально зачистить семена. Я возьму один помидор, мне будет достаточно. Мякоть. Мякоть. Есть. Вот помидор. Теперь мне нужно подготовить подготовить все овощи. Еще надо подготовить сейчас баклажан, цукини и перец. Ну, как подготовить? Да нарезать просто их надо. Я могу их сейчас все красиво нарезать, положить здесь, но я буду терять время. Я сейчас лучше поставлю сковородку на плиту и буду начинать жарить уже вот это, лук и помидоры в частности. А пока я буду их жарить, я буду заниматься обработкой этих овощей. Так, я сэкономлю время просто. Я за сковородкой. Я беру сейчас сковородку. Кастрюля мне не нужна эта. Я сковородку сейчас нагрею. Ну, и обратите внимание, исключительно оливковое масло. Прованс это область Франции, где растут прекрасные оливы. и прованское масло оливковое это самое лучшее масло в мире. Вот еще в старых русских книгах поваренных всегда было написано возьмите прованское масло, потому что никакая Греция, никакая Италия и никакая Испания по своему оливковому маслу не могут сравниться с провансом. Особенности приготовления рататуя. Все овощи обжариваются отдельно и обязательно на оливковом масле. Масло не жалеть. Пусть нагревается. Перец нарежу грубо. Убрал семена. Вот я перец достаточно такими крупными квадратами нарежу. Ну, в рамках концепции вот такой вот жратвы грубой овощной еды. Вот эту верхушку я тоже конечно же нарежу. Ее нам терять не надо. И возьму немного еще оранжевого перца, поскольку он у меня есть. Вот между прочим, самый вкусный перец всегда оранжевый. вот я сейчас не шучу. Вот я поэтому встрепетом рублю еще и оранжевый перец. А теперь я сейчас странную вещь вам покажу. Я сейчас беру дуршлаг, смотрите-ка. Беру миску, ну, в данном случае стеклянную, неважно, делаю вот так. Теперь я беру тимьян. Вот это тимьян. В данном случае свежий. Вот масло, посмотрите, как хорошо разогрето. Я сюда бросаю лук. Я быстро обжариваю лук, без корочки, а просто чтобы запахло луком, чтобы он отдал ароматы маслу, и чтобы масло заставило его сказать, ну, равномернее что ли быть. Лук. И убрать из него вот эту вот остринку и горечь. То есть без корочки, очень быстро. Вот уже лук у меня считайте, что готов. Теперь я в последний момент в него снимаю рукой листики тимьяна, чуть-чуть листиков тимьяна, чуть-чуть подготовленного чеснока. Теперь смотрите-ка, перемешал и вот так сделал. Чеснок не сгорел, потому что это было в последний момент. Видите, для чего масло стекает лишнее? И пусть себе стекает. Теперь я подготовил перец. Пока сковородка снова немножко подогреется, я быстренько подготовлю еще и цукини. Можно брать просто кабачок, можно брать вот такой зеленый цукини. тоже грубо его нарублю. И естественно пока оставлю на доске оливковое масло, сковородка готова, чуть-чуть масла, поменьше, перец. опять же перец не агрессивно жарю, а очень гуманно. Кабачок цукини. Я при этом конечно должен все немного солить, посолить лук, посолить перец. Солить когда это не важно, можно сначала солить, можно уже в дурфлаке, носить и солить. Вот прогревается перец. Теперь смотрите, я это масло, которое ароматизировано луком, возвращаю к перцу. Все вкусы сохраняю при этом. Очень быстро обжарка. Опять в конце жарки, смотрите, точно такая же схема. Немного тимьяна, немного чеснока. Перемешал, и откинул. Все, одна схема работы с овощами. Каждый раз я буду делать вот так. Опять жир, вот уже масло стекает, там уже ароматы лука и перца. Опять немного масла в сковородку. Кабачок, цукини. я даже сейчас могу чуть-чуть уменьшить нагрев, потому что плита сейчас уже очень хорошо завелась. Мне ей оперировать очень удобно, потому что видите, как я пальцем могу регулировать мгновенно нагрев. Вот это я регулирую нагрев конфорки. Вот такая интересная схема, поэтому я чуть-чуть убрал баклажан. Пока готовится кабачок, у меня идет баклажан, я тоже его нарежу весьма грубо. Я сейчас пользуюсь случаем, друзья, вот посмотрите, жир стек, опять ароматное масло, возвращаю в сковородку, очень экономно и вкусы все оставляю. кабачок готов, опять немного тимьяна и опять немного перца, чеснока. То есть чеснок уже греть нельзя, надо сразу убирать, но он от контакта с горячими овощами свой аромат все-таки отдает, но при этом не горит, потому что запах горелого чеснока, ребята, это плохо, это крайне плохо. Вот у меня уже здесь, как видите, я могу вот так вот потрясти немножко, чтобы масло лучше оттуда стекало и рататуй уже у меня как-то перемешиваться, становится пестрым и весьма красивым есть. Так вот, я по поводу баклажана. Я хотел бы, пользуясь случаем, развенчать один миф. Дело в том, что кулинария, она вся окружена всевозможными мифами и легендами, которые на самом деле высосаны из пальца. Ну, наверное, так должно быть, потому что еда это, ребята, вещь, это такая банальная, и порой хочется еду как-то окружать какими-то волшебными делами, какой-то информацией. Так вот, что говорят про баклажан? Говорят, что, чтобы он не был горьким, его нужно обязательно посолить и отжать сок. Вот тогда он не будет горьким. Это полная ерунда. Это идет из книги в книгу. Это ерунда полнейшая, потому что современные баклажаны уже никогда не бывают горькими. Эта рекомендация солить баклажаны и выжимать из них сок связана абсолютно с другим мотивом. Это просто баклажан меньше масла впитывает в себя и его вкус немного уходит к вкусу грибов тогда. Я сегодня не буду этим заниматься, потому что сегодня мне нужен баклажан как баклажан, а не как грибы. Вот они баклажаны. Обратите внимание, вот я все время пытаюсь вам говорить про мировые кухни, а когда говоришь про мировые кухни, то надо понимать, что каждая отдельно взятая кухня мировая, она имеет ценность и особенность только в будущей окруженной другими кухнями, другими странами. Так вот, смотрите, чем характерны опять же кухни стран южных. Франция не южная страна, но Прованс южная провинция, а тем, что там всегда естественно растет хорошо то, что растет над землей и хуже растет то, что растет под землей. Посмотрите, Прованс, юго-восток Франции. Мы используем сегодня в основном овощи, растущие над землей, не корнеплоды. Только лук растет в земле, а все остальное растет над землей. Вот это является как раз особенностью стран и регионов, где теплый климат. Я не всегда солил, поэтому я сейчас посолю содержимое сито. И сразу содержимое сковородки с баклажанами. Опять же, по традиции, как вы понимаете, я делаю вот так сейчас. Я думаю, что вот этого масла мне и хватит, чтобы погреть баклажаны. Остаются теперь помидоры. Я помидоры то же самое нарублю грубо. и опять в конце чуть-чуть тимьяна и немного чеснока. Баклажан в нужной мере готов. Сейчас помидор. Это еще не все. Сейчас пойдут варианты. Помидор мгновенно готовится, потому что, собственно, тут готовиться-то нечем, он мягкий и нежный и так. Опять тимьян, опять чеснок. Вот остатки чеснока. Ну, здесь жира в помидорах нету, поэтому я сразу в миску пока плету выключаю и делаю вот так. Вот у меня, собственно говоря, такая вот болванка. я сейчас ее перемешаю. Я могу взять, конечно, приборы. Лучше такие большие массы продуктов перемешивать двумя ложками, либо какими-то двумя большими приборами. Вот. Пахнет уже, пахнет очень хорошо, но вы этого не чувствуете, но вы сами понимаете, тимьян в комбинации с чесноком это очень хорошая штука. Это очень хорошая штука. И вот теперь рататуй готов. Ну, в какой-то мере готов. Если я сегодня, например, жду гостей вечером, то сейчас у меня утро, потому что это делается заранее. И если я хочу подать рататуй горячим, я его просто погрею. Будет овощи еще немножко доготовиться. Если я хочу подать его холодным, сейчас утро, а я доделаю вечером, то я это погрею сейчас, а потом до вечера остужу. То есть вот это еще надо погреть один раз обязательно. Либо для горячего, либо для холодного. Я сейчас это и сделаю. Я сейчас уже без всякого масла включаю нагрев и вывалю содержимое миски в сковородку. Она оставалась горячей сковородкой, поэтому зашипела сразу. И при разогреве я дам сюда немного петрушки. Петрушка здесь будет тоже весьма хороша. просто погреть все вместе, чтобы уже лучше смешались вкусы и ароматы всех овощей, входящих в состав рататуй. Готовим рататуй. Предварительно подготовим овощи. Нарезаем чеснок, лук, помидоры, очищаем от кожицы и удаляем семена. Нарезаем сладкий перец, цукини, баклажан и помидоры. Обжариваем овощи отдельно, добавляя в конце жарки листья тимьяна и чеснока и тут же выкладываем на сито. Когда лишнее масло стечет, возвращаем его в сковородку при обжаривании других овощей. Смешиваем овощи в одной посуде и прогреваем все вместе на сковороде, добавив немного свежей петрушки. Вот я считаю, что рататуй прогрет еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть осталось для того, чтобы его погреть. Ну и мне остается только думать про подачу его. Думать не надо. Здесь хороша тарелка, которая в какой-то мере глубокой является, чтобы просто подать по сути овощной рагу в такой тарелке. Повторяю, как самостоятельное блюдо. Но имейте в виду, что это блюдо может служить хорошим гарниром. И оно прекрасно стоит в холодильнике. Вот это после прогревания, если это остудить, в холодильнике стоит несколько дней спокойно в контейнере. Хочешь есть холодным? Ешь холодным. Хочешь есть горячим? Просто погрей в сковородке. Но чтобы не пригорало. Даже скажу вам по секрету, только никому не рассказывайте, что это я сказал. Можно и в микроволновке погреть. Только держите это в тайне. Вот это уже рататуй. Я выключаю. Видите, пестрая, вкусная, достаточно простая штука. дам немного соли еще на всякий случай. И теперь можно выложить рататуй в тарелку. простое блюдо, поэтому здесь никакая вычурность нам не нужна. Это просто будет горка вот такого овощного рагу. Может быть, мы только подчеркнем подчеркнем вот то, что здесь есть тимьян. Я возьму допустим одну другую веточку тимьяна и вот так вверх воткну, чтобы подчеркнуть, что здесь есть тимьян. Вот собственно такая история. Скажу вам, друзья, что конечно рататуев бывает много. Кто-то будет резать рататуй полукружками цукини, баклажан полукругами нарезать можно, то есть овощи можно взять крупнее. Это зависит от того, что вы хотите. Не запрещено нарезать овощи как вам удобно. Более того, однажды я когда делал кулинарный фестиваль в Артеке в известном детском лагере, там вместе со мной участвовал и один готовил рататуй несколько иначе. Представьте себе, он обжаривал овощи не в растительном масле, потому что оливковое масло это растительное масло, а в сливочном. Он растопил сливочное масло, оно отстоялось, чтобы не горело, и вот на этом молочном верхнем масляном жире готовил каждую порцию овощей и доводил овощи до корочки, до золотистой корочки, все. Это была забавная версия, но она была версией моего коллеги, но которая, тем не менее, имеет право на жизнь. Так что рататуй, это, как и многие другие блюда, это всегда является поводом для некой кулинарной фантазии. блюда, наиболее блюда, наиболее